сейчас я буду делать заварное тесто и вот это вот все что мне понадобится это щепотка соли ванилин чайная ложка сахара 125 воды 125 молока 100 грамм сливочного масла 4 или 5 яиц комнатной температуры и 150 муки обязательно просеянные значит а молоко я уже вылила соединяю его с водой со сливочным маслом добавляю ванилин щепотку соли сахар и все это ставлю на плиту и довожу до кипения вся эта прелесть уже закипела и я отправляю всю полностью муку и тщательно беспрерывно перемешиваю пока не будет однородная масса одним комком так все я спешу потому что одной рукой неудобно девочки получается вот такое вот красивое заварное тесто все хорошо смешалось заварилась надо чтобы и хорошо отходила от кастрюли не оставалось на ложке значит тесто готово и сейчас я даю ему остыть тесто остыло я переложила его в большую чашу и сейчас буду взбивать по одному яйцу то есть выбиваем одно яйцо хорошо хорошо размешиваем и так все остальные яйца конечно замешивать тяжеловато но надо постараться тесто такими комочками получается большими но их надо разбивать и тщательно втирать туда яйцо короче это трудно после четвертого яйца получается вот такая хорошая однородная масса похожая на тесто и не спешите выбивать пятое яйцо полностью сделайте сначала половинку перемешайте и посмотрите по густоте тесто ну чтобы не переборщить потому что иногда так бывает девочки мое тесто заглотила все 5 яиц и этого было мало пришлось взбивать еще полтора яйца я просто не учла что яйца сейчас очень мелкие поэтому у меня ушло шесть с половиной тесто должно получиться такое не густое не жидкая тягучая я буду делать эклеры блин я пока его вымешивала на руке шмазу ли натерла очень тяжело вымешивать но надо это делать вручную ну все я начинаю выпекать беру противень застилаю пергаментной бумагой смазываю сливочным маслом и эклеры у меня будут круглым поэтому сейчас буду выкладывать кругляшки из теста на противень ну вот так вот у меня получилось такие я делаю средненькие но они будут конечно еще побольше мне так и надо духовку заранее я разогреваю где-то на 210 230 градусов потом переключаю на 190 и выпекаю минут 30 но время у всех по разному поэтому за этим надо следить и духовку конечно же не открывать до самого конца мои эклеры выпекаются же посмотрите как поднялись начинают уже румяниться ну а этим временем я буду делать крем для крема мне понадобится только сахарная пудра и сливки я буду брать 300 миллилитров сливок и три столовые ложки сахарной пудры но ее можно больше смотря кто как любит кто послаще кто не очень но прежде чем взбивать этот крем надо чтобы сливки были сильно охлажденные и сама посудина с венчиком обязательно так что все охлаждаем для того чтобы был бомбический крем смотрите какие красивые эклеры и когда они уже приготовятся оставьте их остывать в духовке чтобы они не сдулись я жду когда они остынут и буду вытаскивать ой такие румяненькие а запах по всей квартире ням 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 эклеры мои готовы крем тоже он в холодильнике и мне понадобится еще помадка ее я делаю очень легко и просто это сгущенное молоко какао и сухое молоко в моем случае сливки и для украшения мне нужны будут грецкие орехи я здесь уже их измельчила сладкая крошка и фрукты я беру эклеры разрезаю вот так вот пополам и буду заполнять кремом все кремом начинила и нарезала банан и сейчас еще в каждый клетчик засуну бананчик вот так вот положу кусочек банану вот так вот беру большое блюдо подготавливаю помадку измельченный грецкий орех и начинаю складывать эклеры и начинаю сверху поливать помадкой посыпаю грецким орехом и сверху снова выкладываю эклеры также поливаю помадкой посыпаю орехами и продолжаю делать такую красивую горочку получается вот такая вот красота и еще хочу посыпать хрустящей сладкой крошкой и украсить виноградом девочки получилось вот такая вот красивая горочка офигительный сладкий сюрприз эклеры с кремом бананом грецкий орех шоколадная помадка сладкая крошка и виноград можно украсить клубникой будет еще даже круче и это безумно вкусно потому что здесь такой наборчик не слабый поэтому сейчас он постоит немного пропитается и можно будет поздравлять сына и лопать вот такую вот вкуснятину все очень легко и просто не надо париться жарить какие-то коржи вырезать раскатывать сделал эклеры начинил смазал украсил посыпал и получается вот такой вот замечательный торт и самое интересное что этот торт не надо разрезать взял эклерчик закусил фруктом и доволен до одного места кстати это отличная идея удивить не только родных но и знакомых друзей так что я советую делайте вот такой вот эксклюзивный интересный тортик удивляйте всех наслаждайтесь гормонами радости и счастья и всем приятного аппетита ну что мои хорошие возвращаюсь я с работы вечно ложу по ночи и сегодня у меня один из самых счастливых дней 13 февраля потому что сегодня посмотрите вот всегда такая грязь потому что сегодня день рождения у моего сына ура я вчера пришла после работы делал ему сладкий сюрприз тортик моей фантазии нет предела сейчас приду обязательно попробую что там получилось вот на каждом этаже вот такая стране так что с днем рождения моего мальчика здоровья счастья успехов радости вот этот мусор бесконечно у соседей так пахнет закуской точно здесь поедалась праздновалась он ролки даже холодильник не убрал здесь имбирь соус разлился и мою ну и конечно же химия соки шипсы видите что есть молодежь как не воюй все равно проскальзывает здесь тоже здесь что-то слишком много имбиря соусом зачем столько набрали мама дорогая книжка время жить и время умирать что военная я если честно книжки не любила читать и не читала и до сих пор не читаю я люблю слушать и смотреть какая-то книженция тут даже уже закладочка странно странно сын у меня тоже особо не любитель читать весь сок короче бардачок но день рождения ничего не поделаешь хочу тут солнечные очки делать на придурялся так постель моя мятая перемятая медведь измученный все открыла окошко проветрить комнату буду переодеваться умываться и хочу прям хочу 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 быстрее чай со своим тортиком пойду проверю это надо все уносить нет у мамы нет в доме порядка все они на своих местах виноград не в холодильнике так что тут здесь уже прям огород огород надо еще высадить так и водички добавить надо надо посмотреть проверить тортик они даже не поели его верхушечку попробовали боже мой боже мой посмотрите весь холодильник затаренный походу заказывали японскую кухню или какую посмотрите какая-то красота в коробочке я то такое не ем попробовать можно вот куда уходят деньги понимаете здесь тоже здесь какая-то красота да упала твою мать ухты а это что ну это понятно эта девушка сына сделала сюрприз сладкий и какая красота в коробке огонь так красиво украшена бомба да открыточка все так завязано какая умничка очень хорошая девочка у моего сына внимательная такая прям посмотрите что я творю в 11 ночи до соблазнилась решила попробовать взяла несколько штучек они всякие разные здесь вот кунжут какая начинка не знаю здесь авокадо тоже вот икорка какой-то рыбы здесь мидия тоже икорка вот зеленая здесь красная рыбка красная икорка открыла имбирь васаби и соевый соус короче приятного мне аппетита красотища конечно же ем я вилкой палочками не могу так вот походу какая-то рыбка так макая соевый соус не очень люблю поэтому буду это делать совсем чуть-чуть очень вкусно но вот эту остроту на ночь я есть не буду а имбирь люблю так теперь вот эту красотищу буду есть огурчик и не знаю что-то так соевый соус здесь имбирь белый обычно я ем покупаю и ем розовый красота да посмотрите